Такой вопрос. Дядя Петя, ты дурак? А где ты был все эти годы? Где ты был все эти годы? Да ты всю свою сознательную жизнь в бизнесе и в политике. А нельзя совмещать политику и бизнес. Ты только с***, если только тем, что ты сделал для граждан Украины без виз, открываешь детские садики и школы. Ты не тем занимаешься, дядя Петя. Ты должен заниматься внешней политикой, а не внутренней политикой. Открывать дорожные знаки. И бить себе пяткой грудь, что ты добился без виза. Где ты был в эти годы, что ты обвиняешь ту власть? Ты всю жизнь во власти, всю жизнь. Ты был из Кучмой, ты был из Ющенко, ты был с Януковичем, ты везде был. Сейчас ты у власти, вспомнишь, что ты с***, с***. Вспомни, перед народом Украины ты обещал закончить войну за считанные дни. Антитерористическая операция не божа и не будет триваться 2-3 месяца. Вона мает и будет триваться годины. Ты обещал, что военные будут получать штуку гривен в месяц. Они не будут ни голодные, ни раздетые. Все у них там будет шикарно, все будет шоколадно. Тогда почему мы волонтеры, им до сих пор, по сей день помогаем, объясни мне, дядя Петя. С маслом кусочек колбаски, хлебушек и 2 соленых помидорчика. Это, собственно, весь такой завтрак. Да вы все такие мрази, все мрази. Что приходил Кучма, что пришел Ющенко, что пришел Янукович. Теперь ты пришел и та же самая старая пластинка. У тебя еще старая пластинка и еще играет, что ты же забыл сказать. Россия это агрессор. Донбасс у нас война. Крым у нас забрали. Так вы все в этом виноваты. Вы всем во всем этом виноваты. В то время, как ты 47 дней потратил 500 тысяч баксов, 500 тысяч баксов, в то время, когда наш пенсионер за 50 долларов умирает, он выживает, он пытается выжить в этой стране. А ты вот так вот показываешь наглядно, как надо тратить деньги.